Вестника Кавказа Вы знаете, наверное, что матч сборной России со сборной Ирландии не был проведен из-за природных катаклизмов. Получилось, что и пауза в чемпионате России, которая была взята как раз из-за этих отборочных игр, оказалась на первый взгляд взята была, не надо было ее брать. Но, с другой стороны, глядя на то, какая погода сейчас на большей части нашей Родины, может быть и хорошо, что не состоялись эти матчи в заснеженных российских городах. Ну, факт остается фактом. Очень много писалось, говорилось о том, что могли провести этот матч ирландские организаторы или нет, хорошо они сработали или плохо. Ну, трудно здесь говорить. Наверное, в Северной Ирландии не очень опытные с этой точки зрения специалисты. Может, этим объясняется тем, что матч все-таки не состоялся ни в первый, ни во второй день. С другой стороны, ну, действительно, природные катаклизмы иногда победить бывает сложно. Факт остается фактом. Сборная России не сыграла свой отборочный матч, но при этом дела в отборочной группе стали еще лучше. Вот такой вот нонсенс. Вы тоже, наверное, уже знаете, что сборная Португалии на выезде потеряла вновь очки со сборной Израиля. При том, что на самом деле сборная Португалии просто унесла ноги в этом матче. 3-1 проигрывали португальцы, хотя начало матча очень складывалось для них очень хорошо. Они повели 1-0, но потом пропустили три мяча. И сумели спастись уже в компенсированное судьей время. В итоге счет 3-3 и, ну, знаете, я не знаю, что должна сотворить сборная России для того, чтобы растерять тот очковый запас, который у нее есть. Конечно, многое будет зависеть от отложенного матча со сборной Ирландии. Мы еще ни три, ни одно очко не набрали. И когда этот матч состоится, пока не очень понятно, потому что несколько резервных дней есть всего у FIFA для проведения этого матча. И все они не очень, конечно, устраивались. С другой стороны, ну, когда бы эти матчи не проводились и в каком бы состоянии там сборная России не находилась, но все-таки уж как минимум в ничью сыграть с ирландцами все-таки они должны. А то и набрать все-таки три очка. Если вспоминать московский матч, в общем, Северная Ирландия, конечно, тот соперник, который по зубам нашей сборной. Ну, вот, наверное, матч с португальцев, с израильтянами стал одной из главных сенсаций вот этого отборочного дня. Ну, надо сказать, что вот наша программа сейчас записывается как раз после того, как первые матчи состоялись отборочного цикла, вот весенние. А следующие матчи вот совсем скоро будут. И там есть несколько очень интересных матчей, но сборная России как раз не играет. А вот португальцы, конечно, им уже совсем отступать некуда. И если вообще есть какие-то шансы догнать сборную России по той игре, которую они показывают, то, как они теряют очки, честно говоря, не очень верится в это. Хотя, конечно, португальская сборная классная команда. Еще одна, ну, такая сенсация, наверное, может быть и не такого масштаба, как ничья португальцев, которые были очень мотивированы, должны были быть очень мотивированы. Это ничья сборной Испании с Финляндией. Испанцы, действующие чемпионы Европы, чемпионы мира, которые вообще очень редко теряют очки даже с более серьезными соперниками, сыграли в ничью с финнами. У финнов сборная крепкая, но не более того. Напомню, что финны даже и у сборной Грузии в отборочной цикле сборную Грузии обыграть не сумели. В ничью сыграли на своем поле. И вот сейчас на выезде сборная Финляндия сумела отнять очки у испанцев. Наверное, здесь есть несколько факторов. На мой взгляд, конечно, была недооценка определенная соперника испанскими футболистами. И второе, наверное, все-таки вот тот немножко рваный с провалами игра в Барселону, главную оплота испанской сборной, наверное, сказывается как раз и на игре сборной. И поэтому, может быть, и на этот счет можно отнести вот эту ничью, этот ничейный счет. Ну вот в следующем как раз туре очень интересная будет игра. Испанцы будут играть с французами. И вот здесь, наверное, будет решаться судьба первого места, возможно. Французы в отчетных матчах обыграли сборную Грузии на своем поле. В общем, никаких особых проблем у французов не было. Хотя открыли счет они только совсем в конце первого тайма. Но потом очень быстро во втором тайме вначале сделали счет 3-0. И уже в конце матча грузинским футболистам удалось уйти от разгромного счета. Один мяч они отквитали. Но 3-1 победа Франции. И очень будет интересно посмотреть на игру испанцев с французами. Особенно после той оплеухи, которую они получили в игре с Финляндией. Очень интересная в следующем туре игра также предстоит Англии и Черногории. Это две команды, которые лидируют в группе в своей. И там черногорцы довольно неожиданно идут пока на первом месте. Воспользовались они тем, что дважды англичане сыграли в ничью и потеряли очки. И будет интересно посмотреть, как англичане смогут разобраться или не разобраться со своими прямыми конкурентами. Отмечу еще один результат из тех матчей, которые были в той же группе, где играют Англия и Черногория. Там же выступает сборная Украины. И вот украинцы в очень сложной для себя ситуации оказались. Нет у них права на ошибку. Должны они побеждать практически во всех матчах, которые остались. Если хотят рассчитывать попасть на чемпионат мира. И вот украинцы с первой частью, первый шаг сделали на этом пути. Они обыграли сборную Польши со счетом 3-1. Уверенные, надо сказать, по счету победы. Да и обыграть поляков. Очень приличную, судя по последнему чемпионату Европы, команду. Ну, такого хорошего среднего европейского уровня. В общем, это безусловная заслуга украинских футболистов. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. И сумеют ли они догнать англичан и черногорцев. Но слишком уж много было потеряно на старте, на первых матчах отборочного цикла. Ну, сразу после того, как пройдут матчи, в конце марта, в отборочных группах, мы опять встретимся в этой студии, в студии Вестника Кавказа. И обязательно поговорим о том, как развиваются события. И кто из команд уже себе, может быть, практически обеспечил. Где какая борьба еще предстоит серьезная. Надо сказать, что в нескольких группах очень запутанная ситуация. И там сразу по четыре команды претендуют на выход. Ну, может быть, вот после этих матчей как-то туман турнирный несколько рассеется. В следующей части нашей программы хотелось бы поговорить о скандале, который случился в российском футболе. И даже, ну, не столько о самом скандале, о нем уже много сказано. А сколько реакций на этот скандал. Речь пойдет о том, что произошло на стадионе в Грозном во время игры грозненского Терека. Ну, вот в следующей части программы подробно об этом и поговорим.